Я вот как ни объясняю, не пойму подобный угла эпизма. Вот если у нас крадильное отделение работает, функционирует, почему женщины ездят постоянно на УЗИ и на роды Хабаровской? Почему, если у нас такая дешевая ипотека, как нам тут парят 2-4%, мы все в большинстве живем в неподобающих условиях? Вот если, например, морг работает, он успешно работает, каждый день он работает и работает и работает, мясо потрошат там, все как положено, узнают, от чего помер, здесь колокола гремят, если работает, то работает, понимаете? Но если, допустим, здесь говорят одно, а делают другое, это какой-то угла, кандонизм, я не знаю, как это назвать, материться просто не хочу. И еще вот такая тоже тема дополнительная, что если не было врачей, не было денег, не было денег, сколько предлагали, да, городу, депутатам заняться вопросом? Они все героически, бляха-муха, молчали. И вот потом они сказали, не, нам просто не разрешали наши деньги потратить на программы там, субсидировочные этим, врачам. Из квартиры денег не было, вообще ничего не было, да. А теперь прошло время, елки-палки, оказывается им милостиво разрешили дать денег на врачей, и как бы врач уже будет получать, уже там с доплатами, ну как заложено в бюджете какой-то, я посмотрел. И если закладывается на одного хирурга около трех семьсот миллионов, то это получается около двухсот тысяч в месяц заработная плата, ну, что вполне, в общем-то, достойно, да, особенно для приезжих специалистов. Но, к сожалению, не нашлось никаких денег для наших специалистов. И, я вам скажу, больше не найдется. Но ведь не находилось же, да. Вот. Политика килишовки профессиональных кадров. Вот что это такое, понимаете? Или пока не очень. Главное, чтобы потом поздно не было, и чтобы потом, не дай бог, а ваш труп, не дай бог, выставленный рядом с лифтом терапевтического отделения, чтобы потом об него не запинались повара и слесаря, чертыхаясь, ругая ваше тело и вас, наверное, да, и всю медицину в целом. То есть, теперь понимаете, да, что проблема с врачами была искусственно создана. И все идет по плану Гайдара Чубайса, который говорили, мы будем создавать ЧАЭС и будем выделять огромные деньги для того, чтобы решать эти вопросы, ликвидировать эти ЧАЭС на месте ликвидированных ЧАЭС, создавая новые ЧАЭС. Понимаете? Чтобы даже если они нормально что-то сделают, все равно это нанесет максимальный ущерб по экономике. Даже делая хорошие дела, они закладывают туда какую-нибудь гадость. Таким вот образом, и вот сегодня, в этом году, когда я монтирую это видео, уже дописывая кусочки, я вам об этом совершенно ясно-понятно говорю. Вы на канале Роман Зайцев. Это первое смонтированное видео из подкаста «Дневник депутата». Роман Зайцев. Живу на ДВ. Ни в коем случае не подписывайтесь на мой канал.